Очень неприятных много слов мы услышали, это очень обидно. И мое мнение, и мнение всех нас, это то, что отмена двуставочного тарифа, это приговор. Это не сезон нашего предприятия, что мы должны на лето их сокращать. Они, если уйдут, найдут другую работу, то они не вернутся. Жители города должны платить за отопление, но за ПТМ, для того, чтобы котельная могла существовать. Если мы сейчас пенсионеры все уйдем, не знаю, кто будет ремонтировать котельную. Не было даже зарплаты у людей, люди очень редко ее получали. За свой счет отправляли очень часто. Был одно ставочек? У нас было одно ставочек. Я не рада. Мы все равно не хотим просто перед первым, потому что до этого понимаем, что мы не находили ни от вас поддержки, мы находили поддержку в количестве 11 сидит в даме. Мы находили от трех голосов. Мне когда надо поправиться, у всех есть желание. Разбираться. Я не могу проводить и у вас неделями на вашем бизнесе. Я хочу, я хочу, чтобы вы приходите в битву на депутатчик. Я не могу проводить. Все. Сейчас мы... Так, если директор коммунального предприятия не хочет слушать меня, я должен слушать меня, я должен слушать меня. Моя мова сегодня по ПТМ. Что вы зашли? Сейчас в текли зайдем. Вы по ПТМ будем рассказывать. Так, какие вопросы у вас были относительно теплокоммунального? Вы задавали вопросы? Все это ясно. Конечно, очень неприятных много слов мы услышали. Это очень обидно. И мое мнение, и мнение всех нас, это то, что отмена двуставочного тарифа – это приговор. И не только для нас, для всего города. Если промониторить ситуацию в других городах, которая сложилась на тех предприятиях, тариф у которых одноставочный, то можно сделать вывод, что они находятся в глубочайшем кризисе. Некоторые даже рискуют не начать отопительный сезон. То есть это если промониторить ситуацию. Мы же одержимся на плаву. Благодаря двуставочному тарифу. Все затраты экономически обоснованы. Это факт. Нас проверяли уже один миллион раз. И претензий к составлению и законности тарифов не было вообще. Это законно. Сто процентов. Мы такие же люди. Мы такие же жители. Мы точно так же платим ПТН. Точно так же платим обе ставки тарифа. У нас большая квартира четырехкомнатная, поэтому, конечно, это большая сумма. Но мы прекрасно понимаем, что и как. Мы нормально к этому относимся, потому что мы знаем, что куда идет. И мы понимаем, что это полностью законно и так нужно. Какие у нас могут быть претензии к этому. Конечно, мы платим, как обычные нормальные жители. Мы знаем, что людей отправляли неуплаченный отпуск, скороченный рабочий день. Какая сейчас ситуация с кадрами? Вы знаете, сейчас лучше стало. Больше молодежи пришло. До этого, как скорочивали, то вот молодежь вообще не шла. А у нас такое предприятие, что тут должны быть люди специалистами. А чтобы были специалисты, надо хотя бы три года, чтобы он поработал и был квалифицированным специалистом. Это не то предприятие, что пришел, взял, покосил или поподметал. Тут надо обучать людей. И то, что после трех лет они работают под надзором специалистов, которые много лет тут працуют. Это не сезонное наше предприятие, что мы должны на лето их сокращать. Они, если уйдут, найдут другую работу, то они не вернутся. Мы на работу приглашаем специалистов, пенсионеров. Они приходят в нас, отработали сезон и уходят. Мы увольняем их, потому что нет средств платить. И такие люди есть, потому что у них маленькие пенсии. Они приходят, отработали. Но я хочу сказать, что этого нельзя делать, потому что у нас совсем молодежи немало. Тут надо привлекать молодежь. А молодежь, естественно, маленькие дети и семьи надо кормить. Так что я хочу сказать, что этого нельзя делать. Колись у нас была проверка сисполкома, и они трошки вникли в эту ситуацию. Приняли цей двоставочный тариф, а теперь я не знаю, по поводу чего это идет, така реакция или выборы. Был большой объект кадров? Да, очень большой. Если молодежь, допустим, закончился сезон и ушел в работник, находили другую работу, больше не приходили. У вас приходило только на опальный сезон, когда уже закончился, они шли? Мы не брали литом, их же надо и обучать, и ознакомливать с этим литом. Мы не могли взять, потому что не мое чем платить. А приходили осенью, мы пока мы все их обучим. Надо, вот, переходили на четырехдневку, естественно, молодежь мало получала и уходили. Эмоции бьют краем, потому что это все неправильно, но жители города должны платить, как бы, из-за отопления, ну, за ПТМ, для того, чтобы котельная могла существовать в летний период, когда идет остановочный период. Я работаю специалистом по закупкам и работаю в программе «В Прозоре». То есть, в мартовом месяце ввели законодательную базу о том, что все организации бюджетные заводятся в Прозоре, работают в Прозоре. Все договора, которые у нас есть на предприятии, любой гражданин Украины может зайти на Прозору и посмотреть. Сейчас у нас идет тендер, прошел у нас тендер на проект ремонтного котла ДЕ-25. Вот он, водогрейный котел. Он сейчас под капитальный ремонт становится, то есть и будет проводиться тендер на капитальный ремонт котла. У нас есть задолженность не только по ПТМ, а есть люди, которые не платят вообще за отопление, за отопительный сезон, который люди потребили тепло и не платят. То есть, очень большая проблема у нас есть за расчет газ. То есть, на данный момент на предприятии существует долг по газу. То есть, и это все тянется, и мы не можем рассчитаться. Мы не можем даже найти другого поставщика по газу. То есть, есть тендер, мы можем провести тендер, найти другого поставщика газа, не нефтегаз, то есть, это у нас Одесса газ. Мы от них не можем даже отказаться, потому что у нас перед этим предприятием есть сейчас большой долг. Если мы не будем получать какие-то деньги от того, что люди не покрывают расходы потребленного тепла за зимний период, то котельная перестанет существовать, потому что перестанем покупать даже мелочи, вентилятор, запор, норматуру, какие-то ремонтные работы по изоляции. Ну, все касается финансирования. То есть, не будет финансирования, предприятие просто, ну, ляжет. В ПТМ входит еще, как бы, не только на финансирование, там, на ремонтные работы, но и часть, которая отойдет на нашу зарплату. То есть, если мы не будем получать зарплату, как бы, ну, я не вижу тут смысла работы, то есть, понимаете, я сам по себе котельщик. 15 лет почти стажен на котельную. То есть, в связи с этим карантином так получилось, что я тут работаю. Чем вы занимаетесь, когда закончится опальный сезон, что конкретно вы сейчас делаете? У нас сейчас конкретно мы разбираем насосы и меняем подшипники. Если нам государство или кто даст деньги, мы покупаем подшипники очень дорогие. Задвижки меняем, особенно, двухсотки, 250-е, уже щечки выработаны, способностей нет. А сама задвижка стоит минимум где-то 20-25 тысяч. Если будут деньги, мы будем это делать. А сейчас именно мы занимаемся насосами. Подшипники – все. Потом мы планируем дальше у нас труба 320-я вообще снила возле КВГМа, ПТМа и выход с котельной 500-я. Они снили. Будем сейчас латать. Не знаем, если дадут, но навряд ли, если с полкома дадут деньги, чтобы мы заменили эти трубы. Будем латать. Работы у нас непочатый край. Изоляция, полностью изоляцию снимаем, она портится старая, новую надо цеплять. А это все деньги. У вас высокая зарплата? У меня, я на пенсии, мне 64 года, у меня пенсия 3 тысячи, зарплата, я бригадир слесарей, у меня оклад 10 тысяч. Вы вышли на работу, несмотря на то, что вы на пенсии, потому что, как и все... А мне на... выхожу на работу, потому что я до этих 3 тысячи не проживу, и у меня есть дети, внуки есть, пронуки. Мне надо им помогать, потому что с таким государством не проживешь за эти деньги. Приходит у вас молодежь? Вы уже, как посвященная людина, вы же их обучаете? Нет, молодежь приходит, спросила, какой оклад, у нас пятый разряд 8 тысяч, спросили, какой оклад, и сразу разворачивается, уходит. Их только устраивает минимум 20-25 тысяч, а их таких денег нет. У нас большинство здесь пенсионеров. Если мы сейчас пенсионеры все уйдем, не знаю, кто будет ремонтировать котельную. У меня два человека только, не пенсионеры, им по 40 лет, одну 47 даже. Вас раньше отправляли в отпустки за сверху? Это было три года назад, когда не было вот этого ПТМа, и мы работали то по 4 дня, то по 3 дня, а пенсионеров большинство за свой счет. И мы еле-еле могли запускать котельную, потому что невозможно не отремонтировать, да даже так само, как и завод. Если его не отремонтируешь, это ЧП, так и у нас той самой, весь Южный останется без отопления. Восточная работа. Летом постоянно, на каждый год тут работа. Потому что все срабатывается, все нужно. Почивники менять, арматура, что же надо держать. Все вырабатывается, как человек. Со временем. Булячки все приходят, и все проще. А с какими уроками вы просили у этого предприятия? Мне уже просили прощить 23. Сейчас у нас вовремя и зарплата, и все на свете. И нас вот зимой увозит автобус. Спасибо нашему руководству. Ребята работают. Здесь очень много работ строительных идется. Посмотрите, какая территория убранная. Это тоже плюс имеется. Конечно, когда было такое, что не было даже зарплаты у людей. Люди очень редко ее получали. За свой счет отправляли очень часто. Сейчас этого почти у нас, не почти, а вообще нету этого. Взаголи, как говорится. Так что я очень довольна работаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова